Доброе утро! Спасибо, что зажгли. Спасибо. Мы тут танцевали с Ильей, честно. Задали нам темпу такого правильного. Ну, давайте теперь пообщаемся. Знаете, вот вы ушли несколько лет назад из группы «Серебро», популярнейшего проекта в нашей стране. Чем руководствовались, когда принимали такое решение? Ведь сольная карьера — это довольно тяжело. Ну, да, действительно, было сложно. Но дело в том, что с детства я мечтала петь сольно. И группа дала мне очень многое, и для меня это большой опыт. Но для себя, как для человека, который хочет расти, мне хотелось попробовать вот самой. И, конечно, это не только моя заслуга, но и Андрей, который со мной все делает. В общем, вот такая парочка, которая все наверх-наверх-наверх карабкается. Ну, я вот подержу, Настя, Ваш, мне кажется, что это нужно обладать еще каким-то мужеством, что не просто сказать «я хочу петь сольно», но и набраться смелости, и вот оставить группу успешную и пойти дальше в свободное плавание. Ну, да, наверное, спасибо. Мне кажется, что все-таки по стилистике Ваши песни так или иначе перекликают с творчеством группы «Серебро», ну, лично на мой взгляд. По стилю Вы имеете в виду? Да, да, да. Вот когда Вы решились на сольную карьеру, на что хотели делать ставку? На что делаете сейчас, собственно? Ну, во-первых, хотелось делать что-то не совсем такое прям, скажем так, махрово-попсовое. Ну, так выражаться. Найти свое звучание? Найти что-то новое, модное. Пускай это будет попса, но она будет модная. Так, чтобы это было, а, опять вот, там какие-то очень такие песни бывают. Ну, они были модными тогда, давно, в 90-е. А сейчас хочется какого-то модного звука, модного звучания. И мы стараемся это делать, и надеюсь, у нас это получается. А вот ближайшие какие-то планы, новые, еще новые песни. Вот «Лети», она же в июле, по-моему, только вышла. Она у нас вот только вышла. Что-то еще, альбом? Да, альбомы. Сейчас очень плотно работаем над альбомом, вкладываем в него всю душу. И мы не хотим делать, ну, потому что когда альбом, когда новая песня, когда новый клип, мы настолько сильно вкладываемся, что не хотим делать что-то вот между-между. Хочется делать прям качественное. Поэтому сейчас мы все силы в альбом, и в конце года мы думаем, что мы его закончим, да. Пообещайте нам, что придете к нам презентовать свой альбом. Обязательно. Пригласите, приду. Обязательно пригласим. У меня еще такой вопрос. Вот все-таки нишу свою вы уже нашли, или все-таки вот вы сказали, что пытаетесь сделать что-то особенное, продолжаете искать себя? Продолжаем. Продолжаем искать, продолжаем творить. Допустим, у нас есть уже в заготовках несколько песен, которые отличаются от того, что мы уже сделали. Они более электронные, более в стиле дипхаус, вот что-то вот такое. Тем более мне нравится это направление. Мы не хотим отходить от своей музыки, от своего стиля, который, как мне кажется, уже немножко выработался, и его узнают наши поклонники, мои поклонники. Но и хотим еще что-то новое делать. Ну, в общем, экспериментируем, не боимся, и я думаю, что любая песня в любом случае найдет себя. На новой пластинке будут какие-то совместные с кем-то композиции? Вот я знаю, у вас есть песни со стеном «Мама», совместные, а еще совместные какие-то с другими исполнителями. С кем-то может быть известным для поднятия рейтинга, так скажем. Что-то о рейтингах. Я не думаю о рейтинге, если уж говорить честно, причем абсолютно честно говорю. Я думаю больше всего о том, как это будет звучать и как это примет зритель. Потому что для меня очень важно, как мои поклонники воспринимают то, что я делаю, то, что мы делаем с Андреем. А что насчет совместок? Совместка, возможно, будет, но только с исполнителем, которого я сама очень сильно люблю. Вот, возможно, будет. Ну, то есть, мы думаем, не хочется делать просто так дуэты, чтобы вот были, и чтобы вот как-то слава так росла.